Вот так выглядит нумикон, развивающий набор для детей. Обучает математике, развивает логику, можно использовать как конструктор. Специальную программу разработали 20 лет назад в Англии. Мы, например, накладываем двоечку на троечку, и визуально ребята видят, что одно окошечко у нас осталось не закрыто. То есть, насколько два меньше, чем три, или три больше, чем два. О нумиконах положительно отзываются родители детей с синдромом Дауна. Правда, отзывы можно прочитать лишь в интернете. Эти семьи о дорогих наборах только слышали. Ведь стоимость нумикона может достигать 50 тысяч рублей. Посмотрели, что цена большая, заказывать, если за сверху. Очень рады, что подарили нам его. Это троечка матча. Это игрушки, играть. Один раз нам предлагали переходящий нумикон, то есть от семьи к семье. Не знаю, покупал кто-то сам или нет, но мы впервые с этим столкнулись. И очень благодарны, что такая вещь появилась теперь у нас дома в величном пользовании. Пятилетнему Ване повезло с детсадом. Он ходит специализированный. Так же, как и другие дети, познает мир через игру. Развивает моторику, логику и мышление. Просто с лишней хромосомой обучение дается сложнее. Садик – это садик, а дома – это закрепление того, что дали в садике. То есть, если дома не заниматься, привенок это все равно быстро забудет или будет довольно проблематично для него это запомнить. Такой набор, к примеру, стоит не меньше 4 тысяч рублей. И у нас в городе не продается. Благовещенская организация «Клуб Ротари» закупала нумиконы в Москве. 285 тысяч рублей собрали на благотворительном вечере в ноябре прошлого года. Приобрели 36 развивающих игр. Столько амурских семей не стесняются говорить открыто о своих особенных детях. За нумиконами приехали из Благовещенска, Серышева, Архары, Шимановска, Свободного, Тыгды. Еще два набора оставили в детской областной библиотеке Благовещенска, где и проходила встреча. Возрастная группа для работы с нумиконами – это детки от 5 лет до 10 до 11. Совсем маленькие мы купили развивающие тактильные игры. Деткам, которые нуждаются в обучении чтения, мы покупали большие плакаты. То есть, подходили очень дифференцированно, советовали с родителями, встречались с ними. От собранной меценатами суммы осталось 120 тысяч рублей. На эти деньги солнечные дети смогут посещать вокальные студии, творческие мастер-классы. Директор Краеведческого музея Елена Пастухова пообещала бесплатные экскурсии и занятия гончарным ремеслом. Родители признались – кроме усердия и системы в обучении, их солнечным детям больше всего не хватает понимания общества. Наталья Погодаева, Александр Лисенюк, Альфа Новости.